Полно вам, люди, с себя сквернять Недозволенной пищей, о виде. Сейчас повсеместно говорят о том, как приготовить нечто вкусное, необычное, экзотическое. Совершенно игнорирую о том, а полезно ли это будет для нашего с вами здоровья. Главное – вкусно поесть. Мы с вами будем говорить о том, как приготовить вкусное, а главное – целебное блюдо, съем которое, мы не только получим вкусовые ощущения, но также увеличим жизненный потенциал организма, укрепим своё здоровье и даже исцелимся от некоторых заболеваний. В эфире программа «Целебная кулинария» и её ведущий Геннадий Малахов. Сегодня у нас в гостях Карен Аванлисан, заслуженный артист Российской Федерации. И, кстати, а как вас Россия приняла? Как вас моста приняла? Ой, Геннадий Петрович, я когда приехал в Москву, я снимал творчество. Давайте я поухаживаю сперва. Можно ручками? Можно ручками? Ой, нет, я выбрал не самый лучший кусочек. Сейчас я прощу. Давай, не самый. Я хочу, я для дамы хочу. Вот сейчас вот. Дама зовут Катерина, это моя дочка. А, очень приятно. Моя дочка, жена. Очень приятно. Вот, и мы с удовольствием ездим. Вы знаете, можно есть вилочкой, но лучше, говорят, вкуснее бывает, когда ешь руками, вот так. А вкусно как? Маска, действительно, получилось. Потрясающе. Я приехал в Москву и стал снимать квартиру у одного моего товарища, которого по иронии судьбы тоже звали Кареном. Представляете, два Москвы, два Карена. Такое имя. И, значит, ты, ну, парень любил немножечко выпить, такой был, погулять, повеселиться. И я его, как ты говорил, я говорю, Карен, у меня будет съемка программы «Вокруг смеха». Помните, Александра Иванова была программа. Я помню, помню. Меня пригласили выступить с пародиями, все. Давай, я тебя тоже приглашаю на съемку. Он мне говорит, понимаешь, Карен, я не знаю, получится, у меня не получится, у меня там свои дела есть. Ну, я говорю, имею в виду, 25-го числа будет съемка. Он говорит, хорошо. Я обещаю, но... И вот звонит редактор телевидения, женщина, по телефону и говорит, алло, здравствуйте, Карена, можно? Ну, поскольку он хозяин этой квартиры, и тоже Карен, он берет трубку и говорит, я вас слушаю. Она говорит, Карен, вы не забыли, что 25-го числа съемка передачи? Он говорит, вы должны быть обязательно. Как обязательно? Я ничего не обещал. Я разговариваю, я сказала, если получится, я приду. Я говорю, как это, если получится? Вы что, это же обязательно, это не... Мы уже включены, как и так. А что вы на меня кричите? Что, я малобязан, что ли? Я что, говорил, что я сто процентов... Я помню же, как я сказал. Я говорю, если получится, я приду. Ну, не получается, мне к врачу надо пойти. Я днем не смогу прийти никак. А вы что, с ума сошли? Да у вас вообще без году неделя в Москве, а уже такие у него... Замашки. Замашки, да. Больше ноги Каренова нести, она не будет на телевидении. И тут до него дошло. Говорит, а вам Каренова не всем нужен? Я говорю, нет, я Карен Григориан. И слава богу, знаете, так бы у меня пропал бы первый эфир моей жизни. В чем центрального телевидения. А вот я смотрю, первый эфир бы пропал. А настроенный вы решительный. Эфир пусть пропал, но все равно вы бы состоялись как артист. Ну да, это просто... Знаете, были такие моменты, когда... Допустим, я всегда попадаю в какие-то курьезные, смешные истории. Не знаю, почему это именно со мной происходит такое. Вот как-то Петросян попросил меня отвезти одного парня, африканского студента, до общежития. Ну, время было опасное, вдруг какие-то скинхеды ночью нападут. Там все прямо до общежития, ты за него отвечаешь. Я говорю, хорошо, Евгений Ваганш? Я говорю, я его отвезу. Вот приедем мы по дороге, решили заехать за тетей. Тетя была у моего двоюродного брата. Забираем его и везем к себе домой. И вот, значит, сидим мы в машине. Машина, здесь сидит вот африканец, темно ночью, его не видно. Здесь сижу я, сюда садится тетя. И тетя не может понять, почему я сижу в центре машины. Почему я никак не подвинусь туда, ближе к двери. Она-то его не видит. И вот мы едем, едем. И вдруг этот африканец говорит. Спасибо большое. Оздоровите, пожалуйста, машина здесь. И тетя так. Вой, кто здесь? И этот парень говорит, я здесь. И тетя стала как-то неловко. Она такая очень мягкая женщина. Она говорит, ой, извините, темно было, я вас не увидела. И тут она понимает, что она сказала что-то не очень правильное. Она пытается исправить ситуацию и уходит еще глубже. И она как-то, скажите, а вы тоже артист? Он говорит, да, я тоже артист, снимался в кривом зеркале. Говорит, и я вас тоже увижу по телевизору? И тут африканец ответил настолько остроумно, гениально. Он сказал, обязательно увидите, если темно не будет. И вот наша передача, как раз, почему мы снимаем за столом. Для того, чтобы научить вас, а как себя вести за столом. Чтобы за столом было прекрасное пищеварение, шутки, смех, какие-то рассказы такие интересные. Но ни в коем случае не решение каких-то таких вот деловых вещей, а тем более выяснение отношений, что портит не только само пищеварение, но и разрушает здоровье как самого человека, так и разрушает здоровье семьи. Поэтому различные шуточки, анекдоты. Я сейчас вспомнил еврейский анекдот, тарелочка. У нас такая, две большие тарелочки лежат в центре стола. Я вспомнил, как еврейская семья приглашает гостей. Приходят гости, они ставят большую тарелочку с икрой в центре стола. И вдруг Моня, которая сидела в гостях, уберет эту тарелочку и начинает ложкой есть икру. Все родственники в шоке. Они смотрят, говорят, Моня, что ты делаешь? Это же не пшелка! Они говорят, пшелы, никакого сравнения. Никакого сравнения. С чем можно сравнить вот это мясо? Ой, какая вкуснятия. Видите, какая тоненькая косточка. Да, великолепно. Вот за полтора часа, как мы готовили это блюдо, как оно называется еще на полуше? Хашлама. Хашлама. Она прекрасно развалилась, стала таким мягеньким, прекрасно есть, плюс еще у нас великолепный вот такой навар, который как бульончик будет упитывать. Кстати, будет очень полезен тем людям, которые хотят восстановиться после операции, после каких-то тяжелых там заболеваний для того, чтобы получить силы. Можно это блюдо кушать. Замечательно. Водичка, попробуйте, ребята. Обязательно попробуем. А сейчас анекдот еще от меня. Давайте. Также старый еврей лежит и вот тяжело болеет. И говорит там, Моня, сделай мне, пожалуйста, чайок с четырьмя кусочками сахара. И добавляет, обычно я дома пью с двумя, в гостях с шестью, а так хотелось с четырьмя. Да, хорошо. А я вспомнил такой анекдот, когда овдовел Абрам, моего друзья успокаивают, говорят, Абраша, тебе всего лишь 45 лет, я тебя умоляю, что ты так переживаешь? Мы тебе найдем хорошую жену. Вон, кстати, ты же знаешь, вот Силя, она тоже вдова, пожалуйста, ты на ней женишься, все будет замечательно. Он говорит, нет, мне нужна жена, чтобы у нее была обязательно астма. А зачем, говорит, ой, после моей сарочки столько таблеток осталось. Какие тосты еще бывают? Ой, тосты за жизнь, за здоровье, например. А давай мужские. Знаете, есть такой смешной анекдот, я вспомнил, когда в советское время, антиалкогольный указ, вот этот в 85-м году, появился и армяне взбунтовались, говорят, ну что это такое, у нас нет ни одного вытрезвителя, а у нас тоже, почему мы должны выкорчевывать этот виноградник, почему нам не разрешают пить, если мы умеем это пить, все. И тут якобы Михаил Сергеевич говорит, вы знаете, что, давайте поговорим на эту тему отдельно. Вот мы сейчас приготовили для вас робота, если вы сможете его перепить, вот тогда мы вам разрешаем пить сколько угодно. Ну, этого робота приводят, причем робот такой же, весь на конденсат, все-все уже сделано, и несколько ящиков водки. Через три дня заходят, смотрят, робот дымится. Армянин его обнял и кричит, робик джан, конденсатор, конденсатор, не знаю, за родителей пьем. Это святой тост, да, Петрович? Это точно за родителей. То есть тут уже никакой отмазки не может быть. Ну, конечно, самый главный тост, это когда мы пьем за семью, за родных, за друзей, очень важный тост. Много вот я люблю собирать тоже тосты. И сейчас я сейчас допомню вас, когда мы поднимаем тост за родные, за семью, тем самым мы как бы укрепляем свою связь со своим родом. И те же родственники, которые здесь имеются, которые ушли от нас, тем не менее нас слышат и нас поддерживают. Очень хорошая традиция. Геннадий Беоргиевич, мне кажется, что тост еще и посыл хорошей энергетики. Это вот как определенный гипноз, наверное, да? Вот, например, я говорю тост, и вот этот посыл хорошей энергетики в адрес моего друга, и все эти люди создают вот эту хорошую ауру, которую этот человек получает. Вот, например, я советую... Внимание, внимание, вот внимание только раз на Кате, внимание раз на Нину, хоп на Кате. И они невольно все, кто здесь сидит, тоже хоп, и будем говорить, кто я один посмотрел, единственный, а тут десять человек, раз, оп, и расцвел. Вот, например, нашим родителям, например, я думаю, что надо делать дни рождения каждый год. Когда людям за 70, им очень приятно, когда к ним есть такое внимание. Когда приходят родственники, друзья, говорят, это, мне кажется, тоже продлевает жизнь нашим старикам. Потому что положительные эмоции, они тоже играют хорошую роль. Главное тоже, опять-таки, не переборщить, потому что от большой радости можно и... И вот как раз в лунном цикле есть особый день почитания родителей. Вот тогда действительно надо и встретиться с ними, хотя бы по телефону поговорить, ночью, за столом, чтобы вот какой-то тост, посыл, вспомнить какой-то эпизод хороший из жизни своего детства, который связан с родителями, и это все тоже как-то вызывает умиление такое. Что у вас было по этому поводу? Ой, в детстве у меня был однажды случай, когда я сегодня вспоминаю с определенным чувством стыда. Мне дали, значит, маленькую такую фляжку водочки в деревне, когда я отдыхал у родителей. Мне было тогда 11 или 12 лет. Значит, но она такой издавала приятный аромат, я вам сейчас скажу, водочка, которую делают из шелковицы, вы знаете, шелковица, туповая водочка, градусов она была где-то под 80, но запах так и шел оттуда. И я должен был отвезти это моему дяде. И это было дело в горах, я иду, значит, по этой тропиночке и думаю, что ничего страшного не будет, если я немножечко пригублю, потому что аромат потрясающий, вы понимаете, да, что это такое, когда ребята только что ее приготовили из тупого вот этого... Не знаю, у нас в Ростовской области она растет. А, вы же прекрасно знаете, потому что тем более, да. Да, 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 тем более я там чалтер как-то привозил вот с друзьями, вот знаменитый чалтер привозил ребята вот эту водку, мы сидели пили. И вдруг, значит, я уже пошел буквально в 20 метрах от дома, от забора, я уже почти дошел, я вдруг падаю и ничего больше не помню. Это настолько внезапно это было, и когда дядя увидел, что осталось вот в этой фляжке, и говорит, это он один. То есть, ну, я правда, слава богу, был в суеты, я хорошо поел. Это очень важно. Это меня... Иначе бы я там же упал, откуда вышел. То есть, были, конечно, какие-то случаи, ты всегда вспоминаешь, все, что связано с детством, всегда с теплотой вспоминаешь, даже вот, пожалуй, вот такие ситуации. Ну, любил разыгрывать всегда, любил разыгрывать. А как разыгрывали? Ну, я всегда же обладал вот этим даром уметь говорить чужими голосами. А, ну. А моим голосом поговорите? Попробуй поговорить. Ну, вас, в общем-то, можно спародировать, но пока я еще, честно говоря, приглядываю с Геннадия Петровича, обязательно постараюсь сделать на вас хорошую, добрую пародию. Именно добрую, потому что я к вам очень тепло и хорошо по-человечески отношусь, и хотелось бы, чтобы она была такая, чтобы она вам, прежде всего, вам самому понравилась. Вот тогда, тогда я считаю, что пародия удалась. Потому что иногда, когда ты пародируешь человека, он говорит, да нет, не похоже. И вот ты уже, значит, ну, значит, что-то не то, не то, значит. Я когда-то Армена Борисовича показывал, значит, делал пародию. Это Джигарханя. Джигарханя, да, да. А я не знал, передача снималась про Армена Борисовича, называлась на РТР, назывался этот неизвестный Джигарханя. Армена Борисовича, оказывается, был сбоку стоял, а я его не вижу. Я вот, наверное, делаю на него пародию, и там я стою и говорю, ну, я вам сейчас одну интересную историю расскажу. И что-то в это время говорю, и когда я вдруг повернулся немножечко направо, вдруг увидел Армена Борисовича, которого так внимательно на меня смотрел, и потом, значит, я, естественно, не подходил после этого как-то все, и однажды мы столкнулись в одной компании, и судя по потому что Армена Борисович со мной очень приветливо поздоровался, и я понял, что слава на меня не держит, и ему это понравилось. Это хорошо. Это хорошо. Я вспомнил тоже один анекдот, поскольку у нас сегодня такая гастрономическая тема, анекдоты тоже должны быть гастрономические, я вспомнил анекдот, когда мужик один приходит в ресторан и недовольный, кричит официанту. Так, товарищ официант, это что за крабовый салат? Если здесь нет ни одного краба, официант такой, грузовин говорит, я, Николя, теперь что, в греческом салате греки должны быть, да? Да, прекрасно получилось. Я не могу оторваться. Давайте покушаем, покушаем еще. Как вам? Да, это очень важно, конечно. И вот Аксакал приезжает к нему в деревню, журналист, взять у него интервью. К дедушкам, это правда, что вам 120 лет? Он говорит, да, мне ровно 120 лет. Дедушка, а вы, наверное, так красиво одеты. Это вы по особому случаю, такой у вас костюм хороший. Нет, я таких костюмов два штук купил. Один себе, другой для моего папы. Для папы? Ну да, мы хотим быть нарядными на свадьбе нашего дедушки. А я не понял, это что, ваш дедушка хочет жениться в таком возрасте? Нет, он не хочет, его родители заставляют. А вот как вы себя чувствуете? Все-таки чувствуете, что вы постарели или нет? Вот возраст вы чувствуете? Он говорит, нет, я такой же сильный, как и когда мне было 20 лет. А как вы это узнали? Вот видишь, стоит камень. Мне было 20 лет. Я не мог его поднять, и 120 тоже не могу поднять. Подождите, а вот приметы вы верите, дедушка, в приметы? Он говорит, конечно, если ты утром рано встал, 120 лет, выгнул в окно, проснулся, это уже хорошая примета. Так что вот такая... Главное, чтобы приметы совпадали и были хорошими и добрыми. А кому еще разыгрывали голосами? Когда я был молодым, мне было тогда еще 22-23 года, я только-только закончил... Да, 122. И я только закончил театральный институт, и вот первые мои поездки на гастроли. Я так радовался, что я наконец-то выехал за пределы моего города, что я уже сам самостоятельно веду концерты. Тогда была популярная группа, с которой я работал. И вот мы приезжаем на гастроли, и вдруг я вижу, впереди меня проходит очень симпатичная такая молодая женщина. Я по инерции пошел за ней и увидел, что она зашла в 412-ю комнату. Ну, думаю, дай-ка пойду, позвоню, узнаю. Одна она живет, может быть, или с мужем, ну, чтобы как-то пообщаться, познакомиться, пригласить ее на концерт, например, ну, молодой, неженатый. И звоню туда. А там коммутаторный телефон, я не знал об этом. То есть звоните и говорите, дайте, соедините, пожалуйста, 412-й комнаты. Они соединяют, берет эта дама трубку. Ну, я, чтобы себя не выдавать, таким голосом, солидным звоню, я говорю, алло, с вами, говорит администратор гостиницы, у нас тут очень много спортсменов приехало, в гостинице нет места, мы сейчас будем некоторые номера расселять людей, потому что, понимаете, у вас двухместный номер, по-моему, я знаю. Ну, думаю, проверю. Она говорит, да, двухместный номер. Вот мы к вам одного спортсмена сейчас заселим, он, вы не волнуйтесь, он вас беспокоить не будет, он там на раскладушечке поспит, а утром и бегом на тренировку, так что все будет нормально. И она вдруг как закричит, мы с ума сошли, у меня муж здесь, куда, какой спортсмен, мы с мужем. А, я думаю, ну, с мужем уже все отпадаете, естественно, но разговор-то надо закончить. Я говорю, ой, ну, как-то я даже не знал, что мы с мужем, извините, там, все, мы тогда как-нибудь этот вопрос решим, ну, как бы на попятную. А она, оказывается, оказалась скандальной. Она пошла выяснять, она начала выяснять, пришла в администратор, говорит, кто это такой? Звонил какой-то администратор, пожилой мужчина. Ну, они вычисляют, откуда звонили, как, когда, в какое время. И вдруг увидели, что с 423 номера был звонок. Они приходят ко мне, а тут я сижу, молодой артист, у меня тут два яблока, кусочек рыбки, что-то я ем. И когда я увидел эту даму в окружении вот этих администраторов, горничных и прочей вот этой компании, я понял, что пришли по мою душу. Надо как-то выкарабкиваться. Что я сделал? Я сделал вид, что я вообще не знаю русского языка. Надо же внешность обыграть. Я говорю, я русский язык не знаю, что хотели. Говорит, вы отсюда звонили только что? Телефона? Пожалуйста, звоните, если надо. Я говорю, вы с этого телефона звонили сами. Вот мне два часа назад. Я говорю, мне в этом городе никого знакомого нету, я никуда телефон не звонил. Они говорят, да что вы, а эта женщина говорит, что вы ерунду несете, там солидный мужчина был. Явно пожилой такой голос был, а этот еле по-русски. Так, подождите, а вы с вашего номера куда-нибудь выходили, может быть, дверь оставили открытой, может быть, кто-то воспользовался вашим телефоном, звонил отсюда. Вы дверь закрывали, когда уходили? Я говорю, нет, у нас в кишлаке дверь никогда не закрывали. У нас всегда дверь открыть не бывает. Они говорят, что со мной не с полезным связываться. Но самое удивительное, Геннадий Петрович, что я все 3-4 дня, когда жил в этом городе, все 3-4 дня мне пришлось играть эту роль. То есть я каждый раз приходил и говорил, дайте, пожалуйста, моя ключика от моего номера. И вдруг, последний день, эта тетка-администратор вдруг смотрит и не может понять. Стоят ребята с длинными волосами, с гитарами наперевес, инструменты, музыканты, и я рядом с ними, как что общего у меня с этими музыкантами, с ребятами, вот эти гитаристы, фиаристы. И я уже подошел, когда уже машина подъехала, я говорю, огромное спасибо за вашу гостиницу, город у вас, хорошая она! Ах, натосадковый! Ну, надо было поставить жирную точку. У нас на программе был замечательный человек, Карен Аванесян. Мы покушали, за столом выслушали массу различных шуток, подняли себе настроение, и вот так надо и проводить время за столом. Оканчиваем нашу трапезу. И тем более, заметьте, здоровая компания, мы не выпили ничего спиртного, но настроение у нас очень-очень даже хорошее. Доброго вам настроения, смотрите наши выпуски «Целебная кулинария». Все программы на ТВ рассказывают о вкусной и бесполезной, а то и вредной для здоровья кулинарии. Только наша программа рассказывает о полезных свойствах продуктов и целебной кухни. Пишите нам, присылайте свои рецепты, рассказывайте о том, как они вам помогли исцелиться. И помните заповедь древних врачевателей. Пусть лекарством будет пища, а пища лекарством. С вами была «Целебная кулинария». До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok